Здравствуйте! На государственном телеканале «Западная Армения» очередной выпуск новостей сегодня в эфире состоится вторая сессия четвертого созыва Национального собрания Республики Западная Армения. Брат эксперта по памятникам Самвела Крапетяна погиб на войне. Поселение Арцаха под контролем Армении и Азербайджана. Обновленная карта. 1500 жителей вернулись в Мартуни. Восстановление инфраструктуры продолжается. Будет подготовлен отчет по Турции, в котором будет изучена проблема Арцаха. Меркель. Новые иски. В ЕСПЧ направят видео об обезглавливании азербайджанцами пожилого армянина. Холм Сахабе в Техронагерте объявлен охраняемой территорией. Согласно постановлению номер 28 спикер Национального собрания парламента Республики Западной Армения имеет честь пригласить вас на вторую сессию четвертого созыва Национального собрания Республики Западной Армения. Заседание начнется 19 декабря в 9.30 утра по Еревану 12.30. Адрес 22 Кентон-Сквер, Женева, Швейцария. Ниже мы представляем повестку дня. А. Представить, утвердить повестку дня собрания. Б. Выдвижение и утверждение новых кандидатов в депутаты. Срок декабрь 2023 год. В. Голосование по новым исполнительным решениям на текущий год. Голосование по возможным изменениям в новый внутренний регламент. Суббота, 19 декабря 2020 год. 12.30. Перерыв. Суббота, 19 декабря 2020 год. 14.00. Назначить новых министров правительства Западной Армении срок до декабря 2023 года. Представляется Министерство правительства Западной Армении перед министрами. Утверждение даты подготовки новой программы правительства, которая должна быть представлена на второй сессии Национального собрания парламента 5-го созыва. Определяет расписание парламентских собраний на год. Определить общую ситуацию деятельности парламента Западной Армении в первой половине 2021 года. Воскресенье, 20 декабря 2020 год. 10.00. Неформальная встреча в 10 часов. Официальный ужин в 12.30. Спикер Национального собрания Республики Западной Армении Леонардо Басмартьян. Дорогие соотечественники Ваграма Карпетян, брат Самвелла Карпетяна, эксперта по памятникам члена Национального совета Западной Армении, также встал на путь бессмертия. Верный званию врача он поспешил на помощь родине. Спас много жизней под непрекращающийся бой обстрелов. Но 4 ноября коварный противник лишил его жизни. Президент Западной Армении Арманак Абрамян от имени правительства Западной Армении выражает глубокое соболезнование семье родным и близким Ваграма Карпетяна в связи с его безвременной кончиной. Вечная слава тебе, дорогой брат. 21 ноября правительство Армении приняло решение оказать помощь жителям общин, находящихся под контролем Азербайджана в связи с войной в Арцахе. Список населенных пунктов Республики Арцах, находящихся под контролем Азербайджана, впервые был официально представлен в приложении к этому решению. Согласно этому списку, количество общин, находящихся под контролем Азербайджана, составляет 121. На основе этого списка FIB-AM подготовил карту, на которой указано, какой населенный пункт находится под чьим контролем. 9 декабря Министерство территориального управления и развития Арцаха представило собственный список, однако между двумя официальными списками есть некоторые различия. Ниже представляем обновленную карту, основанную на списке, представленном Министерством территориального управления и развития Арцаха по контролю населенных пунктов в Арцахе. Названия населенных пунктов, находящихся под контролем Армении, обозначены красным цветом, а населенные пункты, оккупированные Азербайджаном или переданные Азербайджану, отмечены черным. После войны работы по восстановлению инфраструктуры в городе Мартунии продолжаются. Об этом заявил мэр Мартунии Эдик Ванесиан в беседе с корреспондентом «Марцах Пресс». По его словам, газоснабжение почти полностью восстановлено, за исключением некоторых районов. В повестке дня остается восстановление электроснабжения. Аванесиан сообщил, что в Мартунии уже вернулись более 1500 жителей, в том числе 50 семей из общин Мартуниинского района, находящихся под контролем Азербайджана. 10 квартир в Мартунии, поврежденных войной, восстановлению не подлежат. Эти семьи временно разместили в жилых домах. Мэр Мартунии сообщил, что две школы и детские сады города еще не работают, так как они частично пострадали от обстрелов и нуждаются в восстановлении. Подводя итоги первого дня саммита ЕС в Брюсселе, президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что санкции против Турции демонстрируют решимость ЕС. Как сообщает «Армен Пресс», со ссылкой на турецкие источники Макрук заявил, «Санкции, введенные против Турции из-за буровых работ в восточной части Средиземного моря, показывают, что отныне дестабилизирующие действия неприемлемы для ЕС». Макрон также отметил, что ЕС готов к диалогу с Турцией. Канцлер Германии Ангела Меркель отметила, «Мы согласны с обсуждением экспорта оружия в Турцию в контексте НАТО». Меркель также отметила, что к саммиту ЕС в марте должен быть подготовлен доклад по Турции. В докладе будет рассмотрена проблема как Ливии, так и Нагорного Карабаха. Представитель Армении в Европейском суде по правам человека Егешеки Ракосян сообщил, что из 66 фактов бесчеловечного обращения с армянами в Азербайджане до сих пор признали лишь 15 случаев. Армения направила в Европейский суд по правам человека новое заявление с просьбой применить срочную меру в отношении Азербайджана. Об этом спутник Армении сообщил представитель Армении в ЕС в случае Егешеки Ракосян. По его словам, новое заявление было подано 9 декабря и касается 15 лиц, подвергшихся бесчеловечному обращению и насилию со стороны Азербайджана. Он отметил, что из 15 представленных за последнее время случаев похищения армян, диаспоры, единственные зафиксированные после установления режима прекращения огня, подобный факт, остальные лица оказались в плену и заложниках за период военных действий или являются представителями общин, которые перешли под контроль Азербайджана. Большинство из 66 лиц, указанных в исках, которые армянская страна подала в ЕСПЧ, являются военнослужащими только 20 человек гражданские лица. Помимо 66 лиц, касательно которых обращение в ЕСПЧ представило государство, отдельные иски по фактам насилия в отношении 57 лиц представили адвокаты родственников потерпевших. Относительно видеоматериалов, которые периодически появляются в сети и свидетельствуют о военных преступлениях, совершенных в ЕС Азербайджаном, в отношении армян Киракусян сказал, что они также обязательно отражаются в исках. В числе таких материалов, которые будут обязательно включены в основную жалобу в ЕСПЧ, которые появились недавно в сети, видео об обезглавливании пожилого мужчины. Полная статья доступна на нашем сайте. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Востан Хамойт. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok